30 мая 2013 года в сочинской олимпиаде все пороки все изъяны все кошмары все воровство все гнусности режима вот на этом маленьком пятачке русской земли проявились полный рост ну во-первых это самая дорогая в мире олимпиада она дороже даже летних олимпиад она дороже пекинской лондонской олимпиады цена и беспрецедентно 51 миллиард долларов это цена всех олимпиад зимних за всю историю человечества в части касающейся вот именно спортивные составляющие неужели все деньги пошли прямо на олимпиаду значит деньги осваивали друзья путина деньги осваивал член кооператива озеро и кунин российский железо дороги там около 10 миллиардов долларов деньги осваивал им строй там тоже сумма 300 миллиардов рублей и его его школьный так закадычный дружок а точнее братья реттенберги они осваивали более 7 миллиардов долларов кроме того путинский газпром сбербанк короче говоря это его личная вот такая вся история его приближенных мы в этом докладе сделали оценку масштаба хищений причем двумя разными способами один способ основан на сравнении удорожания олимпиад в россии и других странах а второй способ основан на сравнении цены стадионов трамплинов там бабслейных трасс с аналогичными объектами на других зимних олимпиадах оба абсолютно два разных не связанных друг другу методы привели к одной цифре они украли от 25 до 30 миллиардов долларов это беспрецедентный масштаб хищений а вот такого в истории россии человечества еще не было поскольку сама тематика подготовки олимпийским играм является государственной тайной счетная палата запрещает и не публикует данные расследования они все имеют гриф будете удивлены но наши бюджетные деньги которые были украдены все распилы они под грифом находятся и запрос например дмитрия гудкова о том чтобы обнародовать он остался без ответа какая-то отписка от степашно пришла и все а вот собирать материалы было очень трудно но я считаю что сейчас дальнейшие наши действия должны стоять в том чтобы довести эти дела до судов дело в том что в ходе подготовки олимпиаде когда были хищения были возбуждены десятки уголовных дел нашим доблестным следственным комитетом но ни одно из этих дел не было доведено до суда что понятно потому что везде торчат уши друзей путина вот мы предлагаем в конце этого доклада создать общественный комитет по расследованию преступлений олимпиады вот мы в течение лета этот комитет создадим и главная наша задача во первых это обнародовать данные расследования которые уже были но которые оказались под сукном и второе довести до суда все эти дела понятно что путин и все его приближенные включая бастрыкина будут все делать чтобы спрятать концы ввода и ничего не делать наша задача все-таки добиться понятно что система основана на вот клановости на закрытости на воровстве на откатах и так далее и только только тогда когда нам удастся изменить систему мы сможем все победить но сидеть сейчас ждать когда они все исчезнут на мой взгляд неправильно надо действовать я считаю что нашему народу наверное важно понимать что если мы сейчас не будем действовать то следующий объект распила будет чемпионат мира по футболу и там кстати стартовые аппетиты путинской бригады они больше чем на зимней олимпиаде вот путин давал заявку на гутемале когда в 2007 году решалось где проводить олимпиаду вот заявка была на 12 миллиардов тогда все ахнули и россия победила австрию и южной кореи вот сейчас они планируют истратить на старте более 30 миллиардов вот нужно их аппетиты знаю что бюджет учетверяется у путина это 4 триллиона 4 триллиона это вопрос катастрофа от не выплачены пенсии зарплаты это непостроенные дороги это разрушенные коммунальное хозяйство это гибель просто поэтому если мы сейчас это дело в покое не оставим то я думаю что есть шанс а если оставим ничего делать не будем то я боюсь что они просто разграбят страну кстати вы знаете у них аппетиты вообще не знаю не скоро должны все треснуть и лопнуть сегодня козак заявил сегодня что они хотят чтобы летняя олимпиада прошла в санкт-петербурге знаете эту новость то есть они просто сошли с ума это параноики какие-то вот для того чтобы все-таки россия осталась как государство я считаю что мы все вместе должны добиваться вот этих расследований борис вы будете добиваться бойкота сочинской олимпиады смотрите бойкот бывает двух типов я сейчас как специалист есть бойкот спортсменов и национальных олимпийских комитетов этот бойкот в истории олимпиад был дважды он был во время московской олимпиады в 80-м связи с войной в афганистане и он был бойкот советских стран стран советского блока 84-м когда была олимпиада в лос-анджелесе сих пор не было ни разу бойкота я вам больше скажу олимпиада в берлине которую принимал адольф гитлер не подверглись бойкоту там ряд спортсменов не приехала американских и британских но бойкота не было после этого международный олимпийский комитет принял очень жесткие решения о том что страна которая по политическим мотивам участвует бойкоте она выбрасывается из международного олимпийского комитета забанивается и потом вернуться она уже в это лона комитет не может поэтому реальность такая даже грузия которая понятно борется там за осетию абхазию даже грузия сказала что она будет участвовать земле олимпиаде естественно америка тоже будет и так далее поэтому бойкот национальных олимпийских комитетов невозможно это первое второе есть гражданский бойкот вот это видимо то что вы имеете ввиду да конечно другая история есть гражданский бойкот это когда люди возмущенные распилами уничтожением природы там действительно издевательством над гражданами так далее люди не хотят смотреть олимпиаду не хотят участвовать в этих самых пиршествах и так далее не хотят покупать продукцию с олимпийской символикой и так далее и тому подобное такой бойкот гарантированно будет это так называемый гражданский бойкот вот в нем будут участвовать правозащитные организации связи с политическими репрессиями которые развязаны в стране вот на только понимать что таких людей скорее всего будет очень много но заметить что они байкотируют будет очень трудно может помощью политвестников можно будет заметить но понятно что люди которые это включает телевидение они видят соревнования по биатлону они видят соревнования по хоккею фигурному катанию по бабслею все команды участвуют это не похоже на бойкот а то что там допустим 50 миллионов человек в том числе и жители сочи которые кстати будут активно в этом участвовать поскольку они главные потерпевшие да вот то что миллионы людей там не смотрят считает что это все крупномасштабная афера и так далее об этом боюсь просто люди не узнают если об этом не рассказывать то что гражданский бойкот будет это что я с большим сочувствием отношусь к людям которые протестуют это совершенно очевидно каким тиражом вышел этот ваш доклад и где его можно получить и не было ли проблем с получением вами этого тиража слава богу доклад выложен в сети он у меня есть на фейсбуке он есть сейчас на их и москвы он есть на специальном сайте путин итоги он есть на моем сайте немцов точка ру он есть на сайте рп пар нас а вот тираж его оффлайновый 5000 экземпляров издана в россии не скажу где не побоялся и смельчаки у нас в россии которые напечатали его вот мы доклад ближайшие дни начнем раздавать как это у нас вводится у станции метро в москве потом будет презентация петербурге и сочи в новосибирске я планирую вообще может больше городов объехать вот кроме того мы хотим допечатать доклад и ищем сейчас для этого необходимые ресурсы вот мне не очень понятно он все-таки очень специфический доклад это же сочи да не не понятно вот как например хабаровский или владивостоке будет распространяться доклад и будет ли распространяться поэтому я должен еще понять масштабы сколько надо но я думаю что вот путин итоге был изна самым большим тиражом оппозиционного вообще в истории оппозиции это миллион экземпляров вот они в шоке у нас как вы знаете мы 700 тысяч раздали а 300 они у нас конфисковали вот с этим докладом мы соблюдали удивительные меры конспирации которые я вам не буду разглашать вот и доклад благополучно оказался собственно в офисе могу только для чекистов специально сообщить что мы теперь научены вот этой всей истории с конфискации доклада путин коррупции путин итоге мы теперь делаем так что вам лучше даже не пытаться конфисковать потому что партии маленькие вот едут окольными проселочными дорогами в москву вот это вам надо там вообще все бросить только этим заниматься вот ну кроме того главное что он сети есть поэтому большая часть людей его в сети прочитает что важно в оффлайне дело в том что во первых люди пожилые собственно которые страдают от вот этих хищений растрат на люди пожилые интернетом не пользуются и второе что я заметил это удивительно но когда раздаешь заклад на улице а люди его видели в сети то к нему совсем другое отношение потому что в сети все что угодно можно увидеть правильно же да а когда ты видишь еще и бумажный вариант то оказывается это вызывает гораздо больше доверия но как старая такая традиция что то что написано в газете то что написано в докладе к этому как-то люди гораздо более серьезно относятся и с большим доверием поэтому печать доклада дело конечно хлопотно раздавать его непросто вот но это полезное дело например о докладе путин итоги хоть мы его сдали тиражом миллион знает согласно левада опросами подчеркиваю не моим 25 миллионов человек 25 миллионов поэтому вот такой есть резонанс я такой знаете мы придумали современный сам издат я об этом мало говорил но сложился противоестественный тандем путина и международного олимпийского комитета путина и роге который является президентом олимпийского комитета это бельгийц французского происхождения вот он отлично знает про аферы про воровство про безобразие про экологические все нарушения про издевательство над рабочими которым не платят деньги он все знает ни разу я подчеркиваю ни разу за все время подготовки олимпиаде этот господин а также весь комитет не высказал ни одного критического замечания что у нас есть предположение что это есть настоящий криминальный тандем настоящий не вот димон с путиным а вот этот настоящий криминальный тандем и мы очень надеемся на то что международным олимпийским комитетом займутся у него уникальный статус у этой организации штаб-квартир находится в швейцарии в лозанне но юрисдикция его не определена формально швейцария но фактически поскольку они международные чиновники они обладают иммунитетом вот то же самое происходит международной федерации футбола как вы знаете и скандалы которые антикоррупционные там возникает они продолжаются а вот но моком еще не занимались я думаю что гигантская афера его роста а также экологические нарушения там нарушение прав людей так далее вот это все должно стать предметом международного криминального разбирательства вот я думаю что это серьезная история и доклад скорее всего будет предметом дискуссии в том числе и на международном уровне спасибо большое борис ефимович и так российские граждане имеют право знать на что идут их деньги поэтому читайте доклад бориса немцова и леонида мартинюка и смотрите политвестник и Субтитры создавал DimaTorzok